Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Нафт, и это сороковая часть нашего с вами прохождения Dark Souls. И в прошлой части мы с вами завалили двоих боссов Орнитейна и великого и могучего палача Смауга. И также мы с вами отомстили за смерть Хранительницы Огня, и теперь, наконец-то, мы можем с вами поговорить с одной... Не с одной, а с дочерью Гвина. Сейчас именно мы к ней приедем и забрать великую чашу. Итак, аккуратненько проходим. Избранный мертвец, тебе пришлось проделать чернистый путь. Подойди ближе, дитя. О, избранный мертвец! Я Гвинер, дочь повелителя Гвина и королева света. Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидала тебя. Я дарую тебе эту великую чашу. Используйте силу великой чаши. Вы можете перемещаться между кострами. Окей. Послушай же меня. Продолжи дело повелителя Гвина и принеси огонь в наш мир. Положи конец вечным сумеркам и останови жертвы среди мертвецов. Окей. О, избранный мертвец! Твой путь был не близок. Так, давайте, наверное, вступим в Орден. И получим от нее некий ништяк. Кольцо принцессы солнца. Вы вступили в Орден. Я Гвинер, стану твоей защитницей. Я буду биться за тебя, коль скоро возникнет нужда. Ну, да придет с тобой свет. Хорошо. Ну, теперь можно и, в принципе, со дня, когда отец ушел в тень, я ожидал нас тебя. И, интересно, есть ли какие-нибудь идеальные диалоги? Перейдя в мир мертвых и в мир живых, ты унаследуешь силу отца Гвина. Послушай же меня, продолжи дело повелителя Гвина и принеси огонь в наш мир. Поистине это будет непростое и опасное задание. Но лишь греясь у огня, купаясь в его свете, продолжается так. Из огня мир погрузится в холодную страшную тьму. Ну, понятно, короче, все в этом роде. Мы с вами получили чашу от нее и теперь можем с вами продолжать двигаться дальше. А теперь наш путь лежит в храм огня к змею, единственному другу, близкому к Гвину. Это змей, который ждет от нас того, чтобы мы с вами эту чашу поставили на специальный пьедестал. И после того, как, естественно, мы поставим чашу на пьедестал, все желтые закрытые повелителем, волей повелителя локации откроются. Ну что, давайте как-нибудь посмотрим на это кольцо. Так, даруется тем, кто вступил в орден, Гвинер, дочери повелителя Гвины и принцесса света. Это едва теплая... Так, понятно. Усиливает синергию чудес. И кольцо со львом повышает эффективность контур-выпадов колющего оружия. Одним из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина, кольцо льва принадлежит Орнистейну-драконоборцу. Усиливает контур-выпады колющим оружием. Короче, понятно. Мы с вами приходим к змею. О небо, тебе удалось! Великая чаша у тебя! Спустя тысячу лет, это ты. Это действительно ты. Хм. Так, чё он там не может? Странный какой-то змей базарит на английском. Ладно. Ну, в принципе, ничего удивительного тут нет. Так, теперь мы спустились в какое-то тёмное мутное место с кострами. И теперь мы можем поставить чашу. А то, что не было немного звука, это микрофон. Вот чё-то он подтупил немножко, я заметил это и... И просто... Да, только сейчас включил. Ну, в общем, не суть. Давайте же поставим эту чашку на пьедестал. Или, как сказать, на специальное древо. И просмотрим видосы. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Четыре короля Нового Лонда унаследовавшие осколки души Гвина и бывший поверенный повелитель Гвина ногой Си. Именно их души должны наполнить великую чашу. Вот так вот. Ну что? Тогда мы вернёмся? Постой спокойно. Окей, чувак. И теперь у нас открылись новые вот эти... Ну я... Для меня, конечно, не новые. Открылись четыре закрытых локации, но всё равно это не все секреты в игре, которые мы с вами можем активировать. Их намного больше. И, естественно, мы с вами облазим всю игру полностью. Ну что? Куда первым делом отправимся? В подземный мир? Давайте, наверное, попробуем пойти в подземный мир и побазарить местными скелетами. Ну и не только побазарить, естественно. Хотя... Там ещё есть такая тёмная локация, но до туда идти, конечно, не очень хочется. Но всё равно она оказывается ближе к нам всем. Поэтому... И вообще, знаете, нам нужно... Прежде всего нам нужно увеличить наши запасы фляги с эстусом. Это... Нужен специальный тёмный обряд или светлый обряд. Короче, что-то такое. Но чтобы наши фляги можно было возжечь у костров, и чтобы их было около плюс 20, мы должны с вами разнести одного чувака, который находится в подземном мире. Так, что у нас тут есть? Крылатое копьё. И мы с вами находим огромного скелета. Чувак, ты промазал. Опять промазал. А вот сейчас попал. Внизу в подземном мире находится чувак, который контролирует этот обряд. И мы его должны, естественно, ликвидировать. Ну а пока мы спустимся вниз, пока мы будем, вернее, спускаться вниз, потом мы поднимемся наверх. Или даже не наверх, а мы спустимся ещё ниже, в ад. Там есть специальный светлячок, который будет нам освещать путь. Ну, короче, вы сами всё увидите в будущих наших частях, нашего с вами прохождения. А пока мы с вами будем спускаться и идти до того чувака, который может увеличить наш запас пляжек с эстусом, который будет позволять нам возжечь костры, возжигать четыре раза. Какой прыгучий скелет, а? Прям спец, ничего не скажешь, да? В своём деле. Кстати, скелеты здесь будут на локациях некоторые бессмертные, но, естественно, их можно сделать смертными, если ликвидировать ихнего главного, то есть ихнего предводителя, который контролирует их души. Ну, это я просто забегаю, как сказать, вперёд. Также мы с вами поднимаем бинокль. С помощью него можно рассмотреть локации, какие-нибудь ништяки, секретные места, ходы и всё остальное. Но я вам скажу так, что я все знаю ништяки, секретные ходы и так далее. То есть бинокль нам сильно так не нужен. Так, ну что, готовы мы спуститься вниз, да? Надо бы спуститься. Полечимся, естественно. И будем потихонечку спускаться. Думаю, до первого костра нам не так... Думаю, до первого костра, как мы будем идти, нам не сильно так вот уж прям будет тяжело это делать. Просто попытаемся по-быстрому всё это сделать. Так, и тут уже у нас есть один скелет, но должен заметить, что его выносить будет бессмысленно просто, потому что, как я сказал ранее, внизу находятся чуваки, которые контролируют здоровье этих скелетов, то есть восстанавливают их. Может быть, сейчас прорвусь, вынесу одного из таких чуваков, которые контролируют данный процесс. Насколько я помню, такой чувак с фонариком со специальным находит внизу, куда мы именно с вами сейчас и спускаемся. Так, где-то здесь он прячется. Так, видите, здесь куча скелетов встала, их целая толпа практически. С толпой мы с вами точно не справимся, поэтому нужно как-то реагировать очень быстро. И лучшей тактикой является бегство, естественно. Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу наша сороковая часть нашего с вами прохождения Dark Souls. С вами был Макс Наб. Увидимся с вами в сорок первой части нашего с вами прохождения. Вот он этот чувак. И всего доброго, друзья!